Сегодня мы оказались в Витебске. Покатались на карусели, угостили местных жителей конфетами и просто отлично провели время. А ещё я нашёл шарик. Но потом он лопнул. Как я уже и говорил раньше, Витебск это очень красивый и чистый город. Но сначала мы побывали в городке, где встретились с подписчиками. В общем, всё по порядку. Всем гикрожерс! Поехали! Ещё за день до ролика про Витебск мы заехали в городок. И встретили там подписчиков. Один из которых оказался настоящим каратистом. А какой пояс? Пояс? Уже жёлтый. У него почти жёлтый. Это второй получается, да? Сначала это зелёный, потом жёлтый. Нет, это уже получается белый. Белый, зелёный. Оранжевый, красный, синий и жёлтый. Ого. Это же пятый. Я уже три года занимаюсь. А где вы занимаетесь? Мы в Витебске, иногда на выходных в спортзале. А я просто борьбой занимался. Микорист. Ну, видишь, какой борьбоживот этот вырастил. Посетили Славянский базар на стадии подготовки к фестивалю. И даже тогда в городе уже было много людей. Мы решили присоединиться к празднику, устроив раздачу конфет прохожим. Кто-то отнёсся к этому с улыбкой, а кому-то эта идея была не по душе. Что за шляпа? Конфеты? Вы не местные? В любом случае, все хорошо провели время. К слову, у меня не кривые руки, просто было довольно сложно удержать камеру в руках на такой скорости. Под вечер погода в Витебске перешла на тёмную сторону силы, и мы были вынуждены выключить камеру. Витебщине привет! Пишите в комментариях, кто планирует попасть на славянский базар в этом году, или, если вы уже там были, обязательно поделитесь своими впечатлениями. Не забудь глянуть предыдущий ролик и поддержать нас лайком, ведь мы очень постарались, чтобы показать вам прекрасный Витебск с его замечательными жителями своими глазами. Пока!